Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ, в эфире передача День за Днём. С вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Сдавал задним входом, провалился в люк передним левым колесом. Осторожно, люк на стоянке опасен для жизни. Подход – это гарантия исполнения одержанных попов. Музыкальный и творческий конкурс среди полицейских. К сожалению, только по пенальти забили, но мне всё равно думается, что мы отличная команда. Маленькие футболисты вернулись с зональных соревнований. Целью проведения президентских состязаний является укрепление здоровья школьников. Президентские соревнования в Десногорске. Передвигаясь по непроезжей части, мы редко смотрим под ноги. Объезжая с парковки, стараемся не задеть прохожих и автомобили. А между тем, можем угодить в люк, который на первый взгляд кажется надёжно закрытым. Но это совсем не так. А как может быть, мы расскажем в нашем сюжете. С виду такой коммуникационный люк кажется безопасным. Но при малейшем прикосновении он практически отлетает в сторону и под ногами открывается зияющая дыра, в которую может угодить даже взрослый человек. Тревогу забили лишь когда в этот люк стали проваливаться автомобили. Такая история приключилась с нашим героем. Возле магазина люкс сдавал задним ходом, заезжал в магазин. И при выезде, получается, в закрытый люк поднялся, когда колесом наехал, и провалился в люк передним левым колесом. В итоге повредил порог и бампер переднего автомобиля. Что вы предприняли? Вызвал сотрудников ГИБДД, которые прибыли на место, зафиксировали факт происшествия. Что дальше вы собираетесь предпринять? Будем искать, кому принадлежит этот участок, люк. Только тогда аварийный люк закрыли и огородили. Интересно, на что рассчитывали владельцы коммуникаций, создавая опасную ситуацию как для водителей, так и для пешеходов. Будьте внимательны, смотрите под ноги и берегите детей. Медико-санитарная часть Десногорска объявляет конкурс на создание собственной эмблемы. Проект можно изобразить на бумаге или с помощью компьютерной графики. Конкурс пройдет до 30 июля текущего года. Телефон для более подробной информации – 72238. В Культурном центре управления МВД России по Смоленской области прошел региональный этап Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира». Сотрудники органов внутренних дел, а также члены их семей, принявшие участие в конкурсе, подарили зрителям настоящий праздник. Участие в областном фестивале «Пою тебя, моя Россия» приняли более 70 конкурсантов. Состязания проходили в нескольких номинациях – вокал, художественное и авторское чтение, хореография, прикладное искусство. Оценивало выступление жюри, в состав которого вошли сотрудники управления МВД по Смоленской области, а также заслуженные деятели культуры и искусства. Участников конкурса поприветствовал заместитель начальника управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Андрей Мамсяков. Очень приятно, что, друзья мои, наряду с исполнением своих служебных обязанностей вы находите в себе силы и время заниматься творчеством. Это очень здорово, потому что любой человек, если не творчески подходит к своей работе, работа у него получается унылая, а творческий подход – это гарантия исполнения своих обязанностей по полу. Творчество «Стражей правопорядка» оценивало не только жюри, но и коллеги по работе. Абсолютно все участники получили дружескую поддержку зрителей и по праву были отмечены благодарственными письмами и дипломами. Лауреаты конкурса представят Смоленскую область на всероссийских фестивалях МВД России, «Милосердие белых ночей» в городе Санкт-Петербург, «Щит и Лира» в городе Москве, а также примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 300-летию полиции России, проводимых в Смоленске. В марте три дня в Десногорске проходил муниципальный этап чемпионата школы «Росатома» по футболу «5 плюс». Играли команды детских садов нашего города. В итоге победу в чемпионате одержали футболисты из детского сада «Ласточка». 18 апреля десногорцы провели игру с командой-победительницей из Нововоронежа. К сожалению, наши маленькие футболисты не стали лидерами. Но ведь это не главное. Главное то, что они побывали в гостях у таких малышей, как сами. А нам интересно, какие впечатления у них после поездки. С юными футболистами мы встретились в их детском саду «Ласточка». Несмотря на то, что ребята одержали в Нововоронеже поражение, вся команда была в хорошем расположении духа и с удовольствием поделилась своими впечатлениями от поездки. Съездили замечательно. Было очень, конечно, интересно. Очень жалко, что проиграли. Но в основное время мы не сдались. Поэтому проиграли по пенальти. Но, к сожалению, фортуна была не на нашей стороне в этот день. Вот и все. Но мы не считаем, что мы слабее. Нас встретили очень хорошо. Ночью приехали. Отлично. Гостиная. Отлично. Встретились. Все разместили по комнатам отдельно. Отлично. Поели. Ну, там плавали отлично. Собирали игрушки. Перекидывали мячики. Ну, конечно, в футбол играли. Мне понравилось. Наша команда старалась, чтобы победить. Хоть забить один гол. Старались. Но, к сожалению, только по пенальти забили. Но мне все равно думается, что мы отличная команда. Мне больше запомнились соперники. Они так хорошо играют. Наверное, очень хорошо учились. Еще мы были в отеле. Нам подарили очень много подарков. Мне на одну больше. А самое главное – это форма на мне. Завершилась наша беседа вручением подарков от школы «Росатом». Координатор проектов Татьяна Кужиньязова вручила ребятам книжки с волшебными картинками, в которых через специальное приложение смартфона можно увидеть 3D-модель парохода или молекулы. В Десногорске стартовал муниципальный этап президентских состязаний. Подробности далее. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» – это фестиваль спорта и здоровья. Из года в год все больше регионов страны принимают участие в этой программе, которая была утверждена президентом России в 2010 году. Наша Смоленская область активно принимает участие с момента их основания. 26 апреля в Доме детского творчества состоялось торжественное открытие муниципального этапа президентских состязаний. В соревнованиях примут участие ученики 9-х классов школ Десногорска. Поприветствовала юных спортсменов ведущий специалист комитета по образованию Елена Миронова. Президентские состязания в нашем городе проводятся уже не один год. Целью проведения президентских состязаний является укрепление здоровья школьников, вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом и выявление талантливых детей. В этот день юным спортсменам нужно было пройти теоретическую часть и ответить на вопросы о физической культуре. А 27 апреля ребятам предстоит спортивное многоборье. Это бег, прыжки в длину, подтягивания на перекладине, нагрузки на пресс. По результатам состязаний лучшая спортивная школа Десногорска примет участие в региональном этапе в Смоленске. 4 и 5 мая физкультурно-оздоровительном комплексе Десна пройдет суперфинал школьного баскетбольного чемпионата «Планета баскетбола. Оранжевый атом» 4 на 4. В соревнованиях примут участие команды из девяти атомных городов – Десногорск, Сосновый Бор, Удомля, Нововоронеж, Курчатов, Полярные зори, Заречный, Волгодонск, Балакова. 4 мая в 15.00 открытие чемпионата. А 5 мая на акватории Десногорского водохранилища пройдет спортивный фестиваль на лодках «Дракон», посвященный празднованию Дня Великой Победы в 11.00 – церемония открытия фестиваля. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – desnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok